Здравствуйте, друзья! Ставили в задачу разобраться, что же такое обереги, талисманы и амулеты, талисманы и обереги. Что это такое? Вот сейчас говорят, что это одно и то же, но это не так. Слово «оберег» воспринимается как некое что-то, что даёт обережество, то есть организм в целом и человек становится нерушим. То есть появляются силы на преодолении каких-то трудностей. И даже если случаются какие-либо атаки на физику или на энергетику, то человек их с радостью и легко отражает. Но оберег — он не только про это, он и про то, как мы можем достигнуть определённые цели. Ведь смотрите, у нас в составе слова «оберег» есть слово «берег». То есть мы плывём, мы идём к какому-то определённому результату. И, соответственно, его получаем. Поэтому обереги в первую очередь — это некие инструменты по достижению определённых целей. И каких целей мы сегодня будем разбираться? Что же такое амулет? Амулет и амур — это однокоренные слова. И для того, чтобы получить амулет, нужно, чтобы в вашей жизни был хотя бы один любимый человек, который вам сделает этот амулет. Кто это может быть? Конечно, те женщины у мужчины, которые есть, это мама, это супруга, это дочка. Если же эта девушка, соответственно, у неё супруг, сын, отец. То есть желательно, чтобы это был кто-то противоположный повод, кто нас любит очень сильно, чтобы накладывалась не просто частота эмоций об Ави, а именно обережество отцовское, например, если это девочка, для своей дочери что-то делается. Срабатывает очень хорошо. Но мы будем смотреть, я буду дальше рассказывать, как точнее это всё сделать, чтобы это был сильный амулет, не просто содержащий любовь, а именно содержащий... Олег, можно я тебя на секундочку перебью? Да. Артур, по-моему, ты не включил трансляцию на Ютубе. Почему я её не вижу? Там как будто бы всё ещё ожиданий. 50 человек не могут ошибаться, они смотрят. Странно. Ладно, давай. Всё, можно, да? Да, вполне. Хорошо. Так вот, про амулет. То есть мы будем сегодня разбираться, как получить через какой-то предмет противоположное взаимоотношение, то есть абафь, да, правильное название любой. Ну и, конечно, остаться невредимым в почёте, в славе и в каких-то определённых функциях, которые нам нужны. Помимо этого ещё есть талисман. Ну а талисмане мы тоже будем говорить. Это слово однокоренное со словом талант. То есть через талисман мы можем получить тот или иной талант. Ну, конечно, это абсолютно разные все вещи. Оберег, талисман и... Оберег, амулеты и талисманы. Это три разные направления, не смешанные друг с другом. Ну, начнём, наверное, с амулета, да, потому что у многих в жизни есть человек, который любит, на первую очередь, это родители. Итак, как сделать мощный амулет? Дело в том, что у нас сейчас есть только одно понятие — любовь. Но это всего лишь одна девятая часть всех сил, которые может человек испытывать, всех мощных направленных векторов, которые может человек направлять другому человеку. А почему так? Наука сейчас не признаёт наличие тонких тел. Но признаёт она, не признаёт они есть. И физическое влечение, физическая любовь, которая присутствует, это всего лишь одна девятая часть той любови, которая должна быть. Следующее тело у нас, помимо физического, это эфирное тело, которое отвечает за тело, которое отвечает за тактильность, за обоняние, за равновесие, за чувство баланса в целом. То есть это все чувства, которые у нас с вами есть. Естественно, мы можем принимать человека и на этом уровне. Как обычно говорят психологи, что мы друг к другу принюхиваемся. Но это буквально в смысле. То есть мы чувствуем человека, он должен нам по душе быть тактильно, на уровне обоняния, на уровне приятия его кожи и так далее, и так далее. То есть по всем позициям, связанным с вторым нашим эфирным телом, человек должен нам по душе быть. Мы сейчас не знаем, как это называется, но это точно также та же самая любовь, но только очередной ее аспект. Следующее тело — это астральное тело, которое отвечает за эмоции. Когда человек рядом с нами, в конфетном букетном периоде, мы смотрим на него, конечно, мы друг другу нравимся, но когда мы чаще и дольше погружаемся в какие-то ситуации, мы видим ответную реакцию именно эмоциональную. И когда это так, мы притираемся, мы смотрим, а сможем мы с этим человеком надолго находиться рядом, если у него такие эмоции. С возрастом ты понимаешь, ну вот такая особенность, условно характер, вот такое эмоциональное поле у человека. Кто-то сможет смириться, если что-то не так, а кто-то нет. Так вот, приятие человека на уровне эмоций — это тоже любовь. Следующее — мысли. Точно так же. Если человек думает одно, говорит другое, и все это не совпадает, то сила человека, она теряется. Но то, как рассуждает человек, какие мысли в его голове, на низком уровне, то есть чисто о физике и о каких-то очень обыденных вещах, либо это высокая какая-то мысль, которая наполняет бытие радостью. То есть люди, сходясь на уровне приятия мыслей, тоже проявляют как любовь друг к другу. Следующее — казуальное тело — это тело событий. Это любовь, которая показывает, а готовы люди на совместные некие дела. И когда идёт объединение, то есть люди принимают друг друга, не просто ты сам, я сам, попрощались с утра и разбежались по работам, а готовы к серьёзным событиям совместно. В первую очередь рождение детей. Это огромное событие, которое, собственно говоря, искрепляет людей надолго. Следующее — это душа. Вот про душу поют во всех песнях, везде об этом говорят, что душами мы влюбляемся. Про эту любовь чаще всего все знают. То есть про физическую любовь и про любовь души знают. Все остальные как в провале, то есть их не существует. Но это не так, то есть они действительно существуют. Следующая — любовь. Это любовь на уровне духа. Когда духовные воззрения, которые есть у человека, поддерживаются его второй половиной. Исходя из этого, рождается некое единение. То есть люди выбирают общее духовное направление, следует всю жизнь, или какой-то определенный их отрезок. И это их скрепляет, но они не понимают, что это тоже любовь. И так далее. Но восьмое, девятое тело, их чаще всего у людей нет. Почему? Потому что сейчас совести туго. Восьмое тело — это тело совести, когда люди каждый раз, когда стоят на пороге выбора, они делают по совести. Не в угоду себе, а так, как должно быть, так, как нужно, чтобы в ситуации всё случилось, наверное, правильно. Ну и девятое тело — это языковое тело. Оно отвечает за Дванагари, за Сензар. Дванагари — это язык общения на тонком уровне, то есть тонкими энергиями. Когда человек чувствует другого, не только человека, а всю природу, всё, что происходит вокруг, и понимает их язык. А Сензар — это язык природы, это язык животных. Но это не сказать, что это утерянные языки. Это скорее за отсутствием наших тел, восьмых и девятых. Люди просто даже не чувствуют ничего этого. Как только появляется устойчивое поле совести, обычно как узнать, что есть совесть у человека? Это скромность, кротость, какие там... Кроткость, точнее, это всё, что связано с мирным состоянием духа. То есть человек редко выходит из себя, и вот такое ровное состояние, очень наполненное. Про Сензар мы больше знаем, чуть больше знаем, потому что у многих есть домашние животные дома. Мы стараемся с ними взаимодействовать. Мы их очень любим. И порой мы слышим, что рано утром кто-нибудь здесь наших животных хочет кушать. Он ещё с места не сдвинулся, звука не произнёс, а мы просыпаемся, потому что мы отчётливо чувствуем, что наше животное, любимое, хочет кушать. Ну или другие какие-то потребности обычного физиологического плана. Но в любом случае мы слышим своих животных, любимых. Природа, вся остальная, она также откликается. Деревья, птички, грибочки. Конечно, можно сказать, что так вот пахнет Кащенко, психбольницей. Но те, кто знают, что такое наши родные, близкие, дорогие питомцы, те, конечно, всё равно это на практике чувствовали и переживали, что этот язык Сензара, он существует. Так вот, раз у нас такое единение, ну максимум до девятого тела происходит, то объединение всех этих абавей на всех уровнях по всем телам, вернее, любови называется абавь. Так вот, при изготовлении амулета недостаточно просто вспомнить какие-то хорошие, совместно прожитые моменты, когда было с человеком хорошо, а скорее нужно вспоминать по всем телам, например, на физике, да, какая забота бывает там, как чувствуется человек, когда его обнимаешь. То есть состояние бережения включается именно потому, что ты помнишь состояние тепла и тока энергии, когда ты своими крылами энергетическими закрываешь человека от любых проблем, пусть даже на секундочку, пусть даже это будет мимолетное ощущение, воспоминание, как это происходило, но смоделировать, когда вы изготавливаете амулет, обязательно нужно. Точно так же, да, воспоминать ощущения кожи, эмоции, мысли человека, как вы его принимаете, то есть душа, дух, всё, что проживалось рядом, должно вспомниться в момент изготовления нашего амулета. Теперь что это может быть? Мы привыкли, что амулет, оберег, талисман, ну это некое металлическое изделие, либо это кристалл, либо там кусочек ткани вышитый, это может быть что угодно. Вот вообще это ваше творчество, что это будет, даже не имеет значения. Чем интересен ещё амулет? Когда вы изготовите это что-то, чем дольше вы его изготавливаете, тем лучше. То есть настоящий амулет, который будет спасать, беречь и помогать человеку выжить в любых ситуациях, он готовится минимум год. Это очень мощный амулет, если вы понимаете, что грядёт какое-то тёмное время, а мы знаем, что сейчас что ни день, то подарок. Всегда приносится какая-то новость, от которой вздрагивает полсемьи. И, естественно, было бы здорово, чтобы в семье была традиция изготавливать амулеты. Ведь мы всё равно в семье, ну, в большинстве семей сохраняется это тёплое отношение, сохраняется любовь, которая при серьёзных каких-то обострениях, она выходит наружу, и мы готовы ею делиться со своими близкими. И вот для того, чтобы она задержалась, мы можем приготовить, мы заранее можем сделать этот самый амулет. Поэтому не ждите, конечно, что там что-то случится, и вам срочно нужно будет делать амулет. Приготовьте его, сделайте заранее. Чем дольше вы будете, я повторюсь, изготавливать амулет, тем лучше. Почему? Потому что по времени вы меняетесь, ваши отношения меняются, ваши взгляды меняются, но они меняются в динамике вместе со своим любимым человеком. И, естественно, вы каждый раз, например, если это вышивка, пару стежочков вы сделали в своём эмоциональном подъёме на платочке носовом, очень часто носовой платок, если вы вспомните прошлые времена, присутствовал как обязательный элемент одежды. И деваться было некуда, он был. И если он ещё и вышит, он даже был не для того, чтобы там... Редактор субтитров А.Семкин